Сахарный диабет Сахарный диабет это группа заболеваний, которые характеризуются нарушением освоения глюкозы. У пациента в организме существует абсолютный или относительный дефицит гормона инсулин. Соответственно, в зависимости от того, абсолютный или относительный дефицит, возникает первый или второй тип диабета. То есть первый тип диабета это аутоиммунное заболевание и в данном случае в плане профилактики тут пока никаких мер нет. Сахарный диабет второго типа здесь уже немножко другая ситуация. Здесь развивается относительный дефицит инсулина, потому что заболевание связано с тем, что инсулин вырабатывается в поджелудочной железе, но из-за того, что у пациента есть избыток массы тела, вестеральное ожирение, он плохо усваивается. Для того, чтобы предотвратить развитие сахарного диабета, следует определить факторы риска. При втором типе диабета фактором риска является именно малоподвижный образ жизни, склонность к избытку веса, наследственность. Развитие сахарного диабета напрямую связано с гормональным фоном человека, а гормональный фон во многом зависит от эмоционального состояния, наличия или отсутствия стресса. Вот передо мной кусочек мела. Есть два пути. Я его с удовольствием кушаю, так как нуждаюсь в кальции, и мне хорошо. Либо я занимаюсь какой-то деятельностью. Вот написал сахарный диабет. И сублимировал свою энергию. И вот у сахарного диабета как раз вот такая проблема стоит. У него есть установка на быстрое вхождение в некий комфорт, в некую радость, в некую сладость жизни, которая должна прийти оперативно. Симптомы диабета первого типа могут проявиться внезапно. Они включают чрезмерное мочеотделение, жажду, потерю вес, изменение зрения и усталость. В первом типе диабета это выраженная жажда, выраженная сухость во рту, частное мочеиспускание в связи с тем, что пациент еще и много пьет, нарушение сна может быть в связи с этим, потом быстрая утомляемость, снижение работоспособности, похудание. Диабет второго типа в значительной мере является результатом излишнего веса и физической инертности. Симптомы могут быть сходными с диабетом первого типа. При втором типе диабета также сухость во рту, жажда, снижение работоспособности, может быть чувство голода, быстрая утомляемость, частное мочеиспускание. Но эти симптомы настолько невыражены могут быть, что пациент их не замечает просто-напросто. При диабете первого типа характерно массивное разрушение эндокринных клеток, поджелудочной железы и как следствие критическое снижение уровня инсулина в крови. При первом типе диабета, получается, страдают бета-клетки, которые расположены в поджелудочной железе. Во время аутоиммунного процесса происходит гибель практически 90% этих клеток и просто-напросто они перестают из-за того, что погибли, вырабатывать инсулин. Единственный способ лечения это инсулинтерапия. При диабете второго типа инсулин производится в нормальных количествах или даже в повышенных. Однако механизм взаимодействия инсулина с клетками организма нарушается. При втором типе диабета клетки поджелудочной железы не страдают от аутоиммунного процесса. Они работают, они вырабатывают инсулин, но из-за того, что у пациента есть абдоминальное ожирение, висцеральный жир, происходит нарушение усвоения этого инсулина. Для того, чтобы проверить уровень сахара в крови, лабораторными методами необходимо произвести забор крови из вены или из пальца утром натощак. Специальной подготовки данные анализы не требуют, однако накануне рекомендуется избегать физических и эмоциональных перегрузок, переедания и употребления спиртных напитков. По возможности перед процедурой следует отказаться от приема лекарственных препаратов. Чтобы уберечь себя от сахарного диабета, очень важно проводить профилактику. Для этого необходимо вести активный образ жизни и контролировать свой вес, правильно питаться, избегать стресса, а также контролировать уровень глюкозы в крови. Эльвира Зорина, Виолетта Басова, Ленардо Влетьяров, Универньюс.